В этом видео мы расскажем о тех актерах, которые страдают недугами, связанные с их внешностью. Расскажем вам о самых интересных и неоднозначных дефектах, которые встречаются у актеров первого эшелона. Это канал ZipDip, и мы начинаем! Десятое место. Дмитрий Нагиев. Если вы думали, что нагиевский прищур появился после долгих лет игры в бандитскую жизнь, то это не совсем так. Ведь это результат недуга, который называется паралич лицевого нерва. Во время учебы на втором курсе театрального института его лицо перестало двигаться, а мышцы парализовало. Врачи говорили ему, что он больше никогда не сможет играть в театре или сниматься в кино, но как вдруг в его судьбу кто-то вмешался. Когда он лежал в больнице, от сильного ветра в его палате выбило форточку, и от испуга у него сначала дернулся один глаз, потом другой, а затем по щеке пробежала дрожь. Восстановиться получилось лишь частично, и поэтому по сей день его левая сторона так и осталась неподвижной. Девятое место. Меган Фокс. Казалось бы, идеальная Меган Фокс прекрасна везде. Она, конечно, красива, но не до кончиков пальцев. Актриса страдает брахидоктилией. Это заболевание, при котором большие пальцы на руках недостаточно развиты, из-за чего фаланги и ногти на этих пальцах очень короткие и заметно отличаются от других. Это ей никак не мешает, а при съемке ее рук крупным планом она просто нанимает дублершу. Восьмое место. Эштон Катчер. У Эштона есть небольшой дефект, который ну никак не может помешать его успеху и повседневной жизни. На одной из телепередач его, как всегда, начали захваливать и говорить о том, что он настолько идеальный, красивый и вообще супер-пупер мужик, как Егор Крид. Катчер во время прямого эфира достал свою лапу и показал публике свой главный секрет. И нет, это не носок с дырками, как все ожидали, а перепончатые пальцы, то есть два пальца, связанные между собой перепонкой. После этого красавчиком он стал вдвойне. Седьмое место. Билл Найи. Если вы посмотрите на фото папарацци, где Билл показывает всем пист, то это не значит, что он желает всем добра, ведь по-другому он, собственно, делать и не может. Ведь у него безымянные пальцы и мизинцы на обеих руках находятся постоянно прижатыми к ладоням. А это заболевание называется контрактура Дипю Трена. Ну а если бы не этот недуг, на ковровых дорожках он всем бы точно показывал хэви метал. Шестое место. Дензел Вашингтон. Дензел также имеет незначительный дефект, который никак не влияет на его успех. Ведь получить два Оскара это вам не премия кинотавра. Дензел еще в молодости активно занимался спортом, и как раз тогда он сломал себе мизинец, не обратившись после этого к врачу. Как итог, его курок всегда на взводе, который помогает ему отлично отыгрывать в боевиках. Пятое место. Холли Берри. У Холли Берри на одной ноге сразу шесть пальцев. Это довольно распространенный недуг, и как правило от него избавляются еще в детстве. Но родители Холли не хотели отдавать ее на операцию, ведь очень сильно переживали за ее здоровье. Сейчас же актриса этого никак не скрывает, собственно говоря, скрывать-то и нечего. Четвертое место. Энди Гарсия. В мире кино, возможно, могло быть сразу два великих актеров-близнецов, но вот судьба решила по-другому. Энди родился с сиамским близнецом, прикрепленным к его плечу. Ему сделали операцию по отделению брата, но вот, к сожалению, второй не выжил. На руке у него остался большой шрам, который никогда не мешал ему играть в кино. Третье место. Хоакин Феникс. Один из самых распространенных дефектов при рождении – это зайчья губа, которая успешно и безболезненно зашивается еще в детстве. И то же самое было у Хоакина Феникса, хотя его шрам почти незаметен. Для съемок в Джокере она точно придала ему дополнительную искру. Второе место. Питер Динклейдж. Питер – самый успешный и знаменитый карлик во всем мире, и если другие актеры с подобным заболеванием играют в кино только карликов, то вот Питер – это серьезное исключение, и его роли никогда не связаны с его ростом. Зритель видит в нем полноценного и серьезного актера, которого любят за его талант. Первое место. Майкл Берриман. В отличие от своего предыдущего коллеги, Майкл всегда пользовался своей внешностью и был неким заложником образа. Похвастаться он может тем, что во всех фильмах ужасов он играл без грима и графических эффектов. Заболевание у него достаточно серьезное и вызывает дискомфорт на протяжении всей жизни. Называется оно гиподротическая экстрадермальная дисплазия, при котором человек лишается волос, ногтей и зубов. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Обязательно ставь лайк и пиши комментарий под этим видео. А также подписывайся на наш канал и другие соцсети, ссылки на которые есть в описании к этому видео. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok